МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изучая гонконгский подход, исследователи уже констатировали, что на темп передачи коронавируса повлияли отслеживание контактов, карантин, социальное дистанцирование и использование масок. На данном этапе ученое сообщество пытается определить результативность беспрецедентных мер, принятых во всем мире для ограничения эпидемии. В этом им помогут только реальные данные статистики, подчеркивает автор. Следующей задачей станет свести все данные воедино. Этим уже начали заниматься ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Всемирной организации здравоохранения. База данных будет систематизировать поступающую от различных групп информацию и таким образом станет всеобъемлющей. Для обработки учета данных эксперты привлекли внушительный корпус из 1100 добровольцев. Венская команда задокументировала 170 типов мер в 52 странах, от щадящих вроде наклеек на полу, которыми отмечено безопасное двухметровое расстояние, до серьезных ограничений вроде закрытия учебных заведений. Оксфордский проект следит за 13 типами мер более чем в 100 странах. Такая система позволяет сравнивать между собой государства, которые пошли разными путями. Пишет Nature и заключает, что пока нет вакцины или эффективного лечения, единственной защитой от COVID-19 остается прекращение передачи болезней. Издание Newsday делится с читателями полезными советами по улучшению работы в условиях изоляции. Сегодня, когда огромное количество людей вынуждены трудиться из дома и сидеть за компьютерами, обычным явлением стали почти ежедневные видеоконференции с коллегами. Журналисты издания делятся советами по подготовке к успешной встрече по видеозвонку. Во-первых, не стоит откладывать подключение на последний момент, чтобы узнать потом, что шнур гарнитуры перегрызла кошка, а камера наотрез отказывается включаться без обновления драйвера. Нужно залогиниться во все программы заранее, а еще быть уверенным, что на девайсе заряжена батарея. Очень важно не забывать отключать микрофон при молчании. Ничто так не раздражает во время групповых звонков, как фоновое сопение в микрофон, мешающее нормально слушать говорящего. Коллегам совершенно незачем слышать посторонние звуки из вашей квартиры, продолжает автор. В комнате должно быть естественное освещение, а сидеть лучше так, чтобы свет из окна падал вам на лицо. Также не стоит забывать про возможности современных технологий. Некоторые сервисы позволяют сегодня спрятать окружающую неприглядную обстановку за виртуальный бэкграунд. Например, Skype и Teams могут расфокусировать фон, а Zoom и вовсе способен поместить человека на фоне красивой картинки, заключает Newsday. Испанское издание ABC рассказывает об археологическом исследовании. 100 миллионов лет назад в Сахаре кипела жизнь. Однако любая прогулка там была бы опасна. Ученые сообщают об огромном количестве хищников, проживавших когда-то в регионе. Такие данные приводит международная команда исследователей, недавно опубликовавшая в журнале ZooCase анализ ископаемых позвоночных в области меловых скальных образований на юго-востоке Марокко. Исследование предоставляет возможность пролить свет на эпоху динозавров в Африке. Около 100 миллионов лет назад весь регион представлял собой обширную речную систему с большим количеством водных и наземных обитателей. В группу Кем Кем включены три самых крупных хищных динозавров всех времен, а также окаменелости Саблезубова, Кархара Дантазавра и Дельта Дромеуса, утверждает ведущий автор исследования, профессор университета Детройта Низар Ибрахим и называет Сахару, возможно, самым опасным местом за всю историю Земли. Ученые из службы мониторинга атмосферы имени Коперника констатировали закрытие крупнейшей дыры в озоновом слое над Центральной Арктикой. Подробностями исследования делится CNN. Издания отмечают, что площадь дыры над Арктикой составляла около 6 миллионов квадратных километров. Это, если сравнить, больше, чем территория Канады. В последний раз такое сильное химическое разрушение озона наблюдалось в Арктике почти 10 лет назад. Ученые, к слову, подчеркивают, что дыра появилась не из-за деятельности людей, а по причине чрезвычайно сильного полярного вихря над Арктикой. Из-за большего, чем обычно, количества холодного воздуха начали образовываться перламутровые облака, на которых озон вступает в реакцию с хлором и бромом и в итоге разрушается. Теперь же ставшая самой крупной в истории дыра в озоновом слое исчезла. И связано это закрытие не с уменьшением загрязнения из-за пандемии коронавируса, как утверждали многие, а с усилением ветров на территории Арктики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин